Всем приветствую на моём канале Самсвежий Сёр. Меня зовут Ольга. Как всегда по магазинам пронеслась, уже к вечеру растемнело. Молока нету, пришла без ничего. Но настроение не портится, у нас прохладно, у нас такой снег. Идёт целый день хлоплям, и я не стала на балкон заходить показывать, холодно там. Здравствуйте. Мой канал Самсвежий Режиссёр. Меня зовут Ольга. Новый день и новое видео. Сегодня 7 ноября. Когда-то это был праздник. Все по-разному встречали, но это был праздник. Ну и сейчас выходные дни уже приравниваются 4, 5, 6. Мне надо было сегодня в город идти. Ну я знаю, что выходные. 7 числа за 6 отдыхают люди. На всякий случай взяла прохладновато. Думаю, если я буду сидеть, не двигаться, я замёрзну. Заходите на мой канал. Мой канал самый-самый. Славик, привет. Спасибо тебе за заботу. Женечки, Наташи, Лены, Гали, Ирочка, Света с Санкт-Петербурга. Может, даже смотрит, не смотрится, но передай привет. Она у меня самая первая хорошо откликалась. Так же, как сейчас Ира всё время писала по многу. И так хорошо было. Общались мы, много переписывались по WhatsApp. Ну, сейчас заботы у человека. Я не претендую. Пусть занимается семьёй, конечно. Ну вот вышла же человек замуж. Сколько ей? 56, наверное, лет было. И мужчина её на немножко, наверное, старше. Может, на год, на два, на три. Ну вот так где-то. Ну вот как-то они списались. Познакомились. Не смотреть ни на что. Какие у кого недостатки. У кого что. Вы понимаете, за 60 мужчин, вроде бы, да, за 60 или 61. Сейчас, наверное, уже 61. А ей 56 или 57 сейчас. Они не посмотрели на свои недостатки. Они посмотрели на сердце и на душу. Какая душа у человека. Съехались, я так поняла. В его квартире он с мамой живёт. Ну, разведён был. Я уже рассказывала, но уже прошло это всё. Я у Светы спрашивала. Она говорит, ничего рассказывай. Я ж не называю ни прям адреса, там, ни фамилии. Ну, персонаж да персонаж. И живут. Вот и на дачу к ней ездят. Он ей всё переделал. Розеточки там, по мелочи всё. А он инвалид. У него с ногами что-то. Но она взялась за него. Она кулинар, повар. Поваром работала. И знает, какие блюда надо, чтобы не полнеть. Она сама тоже очень много сбросила. Ещё до того, как встретилась со своим другом. Вот живут. И уже в Москву съездили. Посмотрели всей семьёй. У него дочь, внучка. У неё тоже дочь. Взрослая она. Сейчас на той квартире живёт, где Света жила. А они... А она с мужем и с его мамой в квартире у него. Молодцы. Чё скажешь. Ну вот, не посмотрели. Я видела. Она мне фотографии присылала. И совместные с ним я видела, что человек выбрал душу. И тот, и другой. Ну, какие мы могут быть уже после пенсионного, особенно если здоровье подкачало. Какие могут быть там красавты, раскрасавты. Худощавые, с шевелюрой, с кубиками, да? Чтобы глаз горел. Без седины, без лысины. И чтобы все зубы были на месте. Но так не может быть. Ну, дамочки. Ну, я вот послушала одно видео. Я деву далась. Там тоже такие комментарии. Все сразу. Женщины, все окрасились. Так, ну, не осуждайте её. Ну, такая вот она. Есть эта женщина. Не захотела. Она сразу спросила об лоб. У тебя зубы свои или искусственные? Он сказал, что обои челюсти пластины. Всё. Всё. Ничего не получится. Никакой жизни не будет с таким человеком. Шестьдесят с лишним лет женщине. Ну, вот как-то. Каждый же сам решает, как ему. Зачем диктовать там, какая она, никакая. Ну, вот такая вот. Ну, там столько понаписали, столько понаписали. Это что-то. Не знаю, девочки, девушки, бабушки. Вообще, в нашем возрасте, что смешить людей? Записывать видео, рассказывать о мужчинах, которые их недостойны. Я думаю, это непорядочно. Как минимум. И не одна вот эта, две, я то сейчас вот только смотрю, которые женихов ищут. А так-то полстраны женщин одинокие. Ну, уже после сорока, после пяти, шестидесяти, там, по разным причинам. Умерли у них мужья, или не выходили замуж, или неудачный брак в разводе. Ну, я не думаю, что они без предложений столько лет живут. Ведь тоже встречались. Кто-то же обращал внимание, хотел сойтись. Но женщина же не бежит в ютуб, и не рассказывает, какой он. И тот-то на меня посмотрел, с кем-то я встречалась. И тот мне не годится, и другой не годится. Это непорядочно, я считаю. Ну, как вы считаете? Я думаю, все так и считают. Сидеть и на весь ютуб рассказывать изъяны человека. Показывать, какие подарочки плохие. Ну, если вот каждой женщине сесть сейчас рассказать, сколько у нее было знакомств, сколько она пыталась сойтись, или там просто встречалась. Так, это надо себя не уважать, окружающих, родственников. Потому что это все будут слышать. Все женщины это делают тайно. Как-то так, чтобы меньше народу это знало. Ну, потому что, ну, возраст такой, и рассказывать человеку, чем он тебе не угодил, что он не годится тебе, соратники по жизни. Ну, как это? Сидеть и рассказывать. Не знаю. Чтобы, как говорят, контент для контента. Ну, тогда, как говорится, флаг вам в руки. Значит, я поняла, что человеку не надо никого искать, а просто прицепилась на дамочку. А просто надо поднять волну. Писали люди, говорили. Вы понимаете, они же сейчас, женщины многие, в таком же состоянии, как, допустим, у кого-то того нет, у другого нет. А вот если это родственник твой, и у него какая-то операция, чего-то он лишился, особенно и женщины, а мужа их не бросают, еще и ухаживают. Но та, которая выбирает себе возрастного мужчину с юношеским здоровьем, она, наверное, этого мужчину, своего зятя, вознесет на небеса, что он порядочный, что он не бросил там сестру, мать там кого-то, дочь после операции. Это порядочный, значит. Ну, как-то я не знаю, вот не хочу я... Меня так это поразило. Мне сегодня целый день это в голове. Хожу, у меня целый день в голове. Сейчас пришла с магазина, с расстройства, что молока нету, села. Нет, девочки, вы сами себя унижаете, никто вас не воспитает уже, никто вам не подскажет, как надо, потому что вы, видимо, стараетесь работать на ютуб. Но не все средства хороши, честно вам говорю. Одумайтесь, одумайтесь. Кто-то прямо звонки принимает на весь эфир. Ну, в нашем возрасте какой мужчина? Веселка и буду так. Что-что-что-что-что. Кто выпил, кто... Ну, вот если женщины 62-65, ну какой мужчина уже 70, что с него там требовать, чтобы у него речь была какая-то, какой-то разговор со смысловой. Ну, не будет этого. Значит, для контента, значит, пока затудим, вот, я такая королевична, мне вот этот не подходит, нет, этот не подходит. Но мы же в ютубе видим эту женщину, которая вот отвергает таких кавалеров. Ну, что сказать, что они Мэрилин Монро, что ли? Ну, какие мы уже Мэрилин Монро или Софи Лорен? Тоже все в морщинах, с психикой подорванной. Ну, благо хвалит эта женщина, у нее все зубы. Ну, слава Богу, но они тоже не идеальные. Они все, но они тоже. И то неправильные, и то неправильные. Я вид такой не сказал. Ну, вот как-то, знаете, себя не видно, что ли. Почему? Почему так? Мы смотрим все в зеркало, мы же видим, какие мы уже. Какая причем душа? Причем тут энергичная? Причем что работает? Причем что двигается? Не знаю. Сегодня компот варила. Сухофруктов. Что-то я разошлась. Не, так обидно. Ну, мужчины или женщины, а сейчас мужчины тоже сели с телефоном и начали бы обсуждать. Ну, вы же понимаете, что это некрасиво. Вот ютуб, что сделал с людьми, а? Ради денег, ради денег. На все идут. Я уже сколько раз говорила, и мать припозорят, и сестру припозорят, и детей. А сейчас добрались до женихов. Вот подайте им женихов, как было в 20 лет. Вот подайте им таких. Или диктуют. Вот такое вот надо носить, а не вот такое. Вот я не понимаю, как вот такое носят. Надо вот такое носить. Или пищу. Как это невкусно? Как это может быть невкусно? Прям таким азартом. Это же очень вкусно. Как это вкусно, когда я такое не могу перенести. Ну некоторые ману по нему вот перенести. Некоторые лук жареные, как у меня Наташа. А кто готовит, ну до того вкусно. Она сыпет лук, там две головки, на нем парит, там с овощами, рыбу и что. Ну да так вкусно! Моя Наташа фудор за стол не сняет. Ну как можно успорять? Это вкусно, это красиво, это идет, это не идет человеку. Это же не самое главное в жизни. Значит контент, видимо контент, надо человеку. И пишут, пишите свое мнение. Вот этот Ютуб с ума нас сводит. Я все посмотрю, посмотрю, и у меня в голове вот это роится, я хочу ответить этому человеку, не хочу обидеть. и в то же время, ну раз человек на это пошел в таком возрасте, значит он знает, что делает. Чего его воспитывать-то? Надо быть самокритичным маленько. Ну где уж такие красавицы в 60 плюс? Ну где они? Пытаемся мы, да, хорохоримся, там одеваться, стараемся, там чистенько, модненько, там по фигуре все подгоняем, ну стараемся. Ну это же не значит, что мы молодые. Сегодня так ходишь, завтра тебе инсульт, он хватит. Все, что хочешь, может приключиться. Поэтому счастье, любить тишину. Мало ли кто с кем знакомится, мало ли кто кому звонит, разговаривает там со своими одногодками или старше там. Надо вежливо им отказывать, просто говорить и жалеть их. Так высмеивать, поговорил и сесть высмеять. Ну что, только вот эти две женщины, которые я смотрю, ну уж еще какие-то там, еще женихов. Только они, что ли, красавицы, и у них вот такой спрос на них. Ну вот кто пишет, женщины многие рассказывают, и у меня есть возможность, и вот у меня тот был, и с тем я сходилась, и оттому я отказала. Я же пишу, я читаю в комментариях, но они же не говорят это в YouTube. Еще бы фотокарточек показывали. Вот такое у меня сегодня целый день. Вот правда, с утра вот надо же было мне. Я же не всегда смотрю. Вот кого я сейчас посмотрела, я не всегда смотрю. Я иногда посмотрю, думаю, ну на месте, все хорошо. А сегодня вот такая эпопея была, тем более ролик подлиннее маленько. и она еще так, какой-то подарок нехороший ей подарит. Ну я не знаю. Ну я считаю, я честно хочу сказать, что это просто женщина хочет за счет кого-то пожить. Ну вот хоть убейте меня. Ну не могут в этом возрасте с чужим дядьком там в одной спальне жить, с одним столом сеть. Ну чужой человек. У него свои привычки. Он может не так и есть. И чавкать, и сопеть, и кошлять. Все, что хочешь. За ним убирать надо. Ой, нет, нет. Как они? Только, видимо, за кошельком. Если такой старичок уже видна. При денежках. Ну такие обычно при денежках у них и есть кому. У них и родственников найдутся сразу родственники, знакомые, друзья. Подберут, обиходят и унаследуют. Видимо, верит женщина в свою удачу, что когда-то такой на нее посмотрит, уж такой посмотрит. Нельзя обижать людей. Это наказуемый, это грех. Это называется нарушение заповедей. Ничего не боимся. Ничего. Вот и дошли до этого, что у нас вот такие катаклизмы на планете. и в быту, и в политике. В политике такая же песня. Друг друга подставляют, друг друга смещают. Какие-то наветы, какие-то наговоры, чтобы сместить человека. А потом и войны начинаются. Злоба-то она. Злоба-то она. Постоянно наращивается злоба. Не знаю. Как они так решаются? Как Бога не боятся? Не представляю. Теплее в шалюшке. Ну вот, есть такие, видимо, у нас. Нашла вчера я Десять заповедей Божьих. Я Господь, Бог Твой, да не будет у Тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. не преклоняйся им и не слушай им. Нашла. Не произноси имени Господне Бога Твое напрасно. Не говори, О, Господи, почему мне так не повезло, к примеру. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела Твои, а в день седьмой суббота, Господу, Богу Твоему, почитай отца Твоего и мать Твою. Это в заповеди. Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлить дни Твои. Не унывай, шестая заповедь, седьмая. Не прелюбодействуй, восьмая. Не укради, девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего Твоего. Ну и десятое. Не желай дома ближнего Твоего, не желай жены ближнего Твоего. Не поля его, не раба его, не рабынь его, не вола его, не осла его, не всякого скота его, ничего, что у ближнего Твоего. меня долго-долго лежало под стеклом на работе. Лет десять. Мне когда-то дали. Ну вот и говорю, ну не грешите, мои ласточки. жалко женщин, женщины неплохие, я бы сказала, что они прямо такие там уж ну и пьющие там какие-то хорошие женщины. Что они ударились в этот контент вот с мужчинами. Ну позвонил, ну по, ну всем звонят, ведь понимаете, интернет. в одноклассниках сегодня позвонил мужчина. Я говорю, ну мне 70 лет, ну вы, вам сколько, 56. Ну это не знакомство, а в одноклассниках там это. Я шкотки выкидываю. Тем более сейчас одноклассников ищу. И десятый класс выставила, и сорок. С чем-то я там выставила. Ой, ну я это, вежливо с ним поговорил, мне его жалко. Он не знает, что мне на 70 лет верить, тут-то губы накрасишь, Ну я ему все популярно объяснила, все. И это зачастую. Но они же тоже люди, мужики. Им надо куда-то пристроиться. Вот они ищут какую-то там женщину, которая тоже возможно что-то ей надо. Ну я думаю, что женщина без мужчины всегда проживет. А мужчине не всегда комфортно одному. Он привык, чтобы его кормили, поили, стирали, развлекали, спать укладывали. Но грубить это последнее дело. На улице вот или в автобусе особенно выпившие люди. усадишь его, успокоишь. Человек выпьешь, у него открыта карма. Как-то это, да, видишь недостатков столько, все видишь, думаешь, ну че ж ты так вот это, ты же уже прям такое здоровье потерял. Ну разве можно кому-то вот прийти, я даже соседке не рассказываю. Я не рассказываю Кате. Ну я здесь имена не назвала, просто вот случаи, ну вот, что, ну и многие вот женщины сидят еще в знакомствах, я знаю, но сейчас многие уже отказались, это по началу в 10-м году, в 11-м. Сейчас многие подказались, говорят, что зарубежные вообще обнагрели, те только прикалываются, а наши, говорят, однепьющие, которые жены бросили и некуда деваться, и они выпившие всегда знакомятся. Но все равно еще вот, видимо, кто-то где-то делал на улице, где соседями, ну, не одни же вот эти две женщины, которые ищут мужчин, такие, что так перебирают, что краше их нет, но не бывает такого. Ну, вот как-то, знаете, прослушала книгу, там мужчина, предприниматель, никак не мог жениться. У него в семье было так, что мама, отец умер, мама приняла отчима, и родились еще двое детишек младших, и его все время напрягали этими детьми, он и нянчился, и в коляске их возил, и кормил, и поил, так вот, мать работает, нормальная семья, не пьянь, нет. Он до того устал, что он еле десятого класса и быстро с дома, и так себе загадал, что он никогда не женится, если женится, никаких детей ему не надо, ему не надо детей. я так смеялась. И вот он все, да, и вот уже после сорока он, правда, хорошую карьеру сделал, стал таким предпринимателем, компьютеры что-то там с компьютерами, и в Америке немножко прожил, приезжает, и ему на работе говорят, ты до того вымотался уже, что тебе уже не сорок, и это на ВИК-50, сезди ты хоть отдохни. купи путевку, миллион, миллион у него, что ему, не в деньги же дело-то. А вот он так работал, чтобы ни на что не отвлекаться, никаких, чтобы не было соблазнов, так пишется. Ну и он решил, ну ладно, поеду. Зашел в бюро туристическое и говорит, мне какую-нибудь путевку на одного в Италию. Вот там такая же девушка сидит, так на него грустно посмотрела, такая безозличная, говорит, нет, на одного, только на двоих. А он говорит, зачем мне на двоих, я же один хочу. Ну его уговорили, что на двоих дешевле, а на одного все равно путевки нет. Он говорит, ну давай на двоих. начальница вышла, отчитала эту девочку, ему эту девочку жалко стало, он подождал ее, девочка в следующий день отрабатывала за китом проступки. Он ее у подъезда подождал, ну я много говорить не буду, в общем, он ее уговорил вместе лететь, там они встречались немножко, вместе лететь, значит, на этот курорт. Ну и она полетела, он, правда, ей номер снял отдельно, они просто как друзья полетели. Вот, но потом свыкли за 10 дней и продолжали уже в городе, и они продружили что-то много, потом все-таки он решил жениться. Вот, решил жениться, она его к себе не пускала, только вот он ее к себе в последнее время пригласил жить. И вот свадьба, она ждет, значит, в ЗАГСе его, а он опаздывает, большие пробки, машины, пи-пи-пи-пи, он нервничает, букет он не успел купить, а тут в пробке куда ты пойдешь, и тут ему в окошечко стучит девочка уже возле ЗАГСа и подает ему большой букет и поздравляет его со свадьбой. А он думает, откуда девочка лет 6? Откуда он такое знает? проследил, куда она побежала, пошел, проследил за ней, и мало того, что опаздывал все равно, увидел, куда она зашла, а она зашла именно в тот дом, куда он подвозил свою вот эту вот знакомую, но только не поднимался к ней, а двор этот, вернулся в ЗАГС. А в этом букете была бумажка, мамочка, я так тебя люблю, поздравляю, желаю счастья. Буквами были такими печатными написаны. И он дает этот букет, и она там его ждет, все это, и говорит, достань бумажку. Он достала бумажку, прочитала. Ну, в общем, он выпытал. Это, оказывается, ее дочь. Она ее оставила у дедушки с бабушкой. Вот дедушка с бабушкой воспитывает, а она вот то там, то там работает. Ну, тут не говорится, что она прям женихов искала. Нет, совпало. И он говорит, ты понимаешь, что у нас свадьбы не будет. Во-первых, он детей не будет. Они договорились, она говорит, да, да, детей не будет, я тоже не хочу самой, конечно, есть. И распалось все у них. А ведь он ее, она ему пела, что да, тоже детей не надо, и все, все соглашалось, все, что он хотел, все она это говорила, что да, 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 да. И вот, видите, как, у нее-то ребенок был, а он так и остался. Ну, вот, видите, какие судьбы бывают. Тут другая книга, конечек расскажу, вот я вас тут умаю. Одна девочка в 10 классе так любила парня, так любила парня, все за него делала, все контрольные, все, ну, в общем, тянула его по учебе. А она была из деревни, бабушка ее воспитывала, родителей как нету. и он ее, ты мне друг, ты мне друг, все, а она его любила, аж подружки плакала, и потом поехали поступать, так она ни с кем не встречается, все, в сежитии тоже поступила, плачет, а он уже женился, уже ребенок есть, и тут подруга дает адрес этому парню, Андрей назовем, где живет эта подруга его, школьная. И вот он к ней стучится, значит, она удивляется, что он пришел, и объясняет, что я тебя так любил, в школе я так любил, я с женой разошелся, ну, в общем, она ее приняла, ну, плачет, если несколько лет подряд. Ну, и все хорошо, вроде вместе хорошо, квартира ее съемная, и получается так, что она хочет детей, а он нет. У него же есть ребенок, зачем ему? Ну, она все-таки выпрашивает на Новый год, говорит, для меня самый большой подарок, если ты разрешишь, что у нас будут дети. Он говорит, ладно, скажешь мне, когда забеременеешь, ну, если только мальчик, если девочка, я не согласен. Она говорит, а как узнать-то? Ну, думает, ну, прихоть, прихоть, да это, и подтверждается, что на УЗИ мальчик, она ему не, ой, девочка, она ему не говорит, говорит, ну, рожу, куда он, простит же. Ну, он прибежал в роддом, он и ночь ее, когда привез, ждал там. Ну, когда она родила, утром, он когда узнал, он забежал, все, мальчик, мальчик, у нас мальчик, мальчик, он говорит, забежал в палату, начал на нее кричать, громко, что ты меня обманула, как так, я не буду, я тебе говорила, я тебе с роддом, он даже предупреждал, будет, девочка с роддом, даже тебе не заберу. Ну, смешное такое вообще, ну, короче, так оно и случилось. Он пошел в ее съемную квартиру, оказывается, когда они вместе жили на ее съемной квартире, он взял вроде на себя обязательство платить, а он не платил за квартиру, его выселяют, она с роддома приходит, с ребенком на руках, а в квартиру попасть не может, квартиру уже пересдали. Представляете, она идет на улицу, на улице на лавочке сидит, с этим ребеночком, уже никакая, и вот женщина нашла мимо, и говорит, вам некуда идти, но она расплакав, рассказала, на весь день ходила, до вечера, и ее забрали в дом для бездомных, там такой был дом организован, и вот она там, девочка уже такая, два или три годика, она там столько прожила, и ее забрала женщина, которая так вот пожалела ее и прониклась, и все время, как она там жила, все время она ей помогала, с ребенком, ну вот как мать родная, она там работала, тоже она сначала жила, негде деваться было, а потом устроилась там на работу, потому что ни родных, никого, только вот. ну в общем, в итоге, как всегда в книгах, находится бабушка, бабушка пишет письмо, которое она воспитывалась, бабушка очень плохо к ней относилась, тоже с удовольствием уехала от нее, она говорит, зачем я ей понадобилась, ну поехала, ну вот эта вот женщина, с ней поехала, женщина Света, и когда она приезжает к этой бабушке, говорит, зачем ты меня вызывала, она говорит, значит, есть дело, и подает ей бумажку, где написано, что там какой-то счет, на ее счет деньги, и рассказывает, что ей и ее, младенцам дали воспитывать просто так за деньги, бабушки перечисляли деньги на прожитье, и еще открыли счет на имя вот этой вот девочки, ну внучки этой бабушки, это значит, такая же получилась песня, что женщина родила, а муж ее бросил, и родственники не хотели, чтобы эта невестка была, они с роддома забрали, ну вот такие вот, знаете, катавася, как можно с роддома, все деньги делают, ну в общем, она осталась при деньгах, при, это короче, а это Света оказалась ее мать, ну как в сказке, как у Золушки, знаете как, вот тебе мачеха с плохими ее сёстрами, а вот тебе уже и карета золотая, и принц, и так это получилось, счет очень большой, они купили квартиру с этой, оказалась мать, оказывается, вот эту, у этой матери украли, эту девочку, и они купили квартиру, и живут в этой квартире, я что хочу сказать, что конец-то к чему, а мораль-то в чем, что не надо никого обижать, не надо обгонять Бога, со всеми его, с жалостью к нам, во время, когда они жили, она увидела опущенного человека, который поднимался выше ее квартиры по лестнице, ей показалось что-то знакомое, она пригляделась и узнала этого Андрея, ну и соседи рассказали, она спросила, кто это такой, они рассказали, что этот мужчина попал в автокатастрофу, разбился, в общем, у нее родственника все поумирали, денег нет, все его побросали, как-то там, в общем, он остался у разбитого корыта, опущенный такой, вот живет в комнатке, она ничего не сказала, ни матери не сказала, и у нее к нему любви, это как вроде и не было, представьте такую обиду, но ведь ребенок-то получается какого-то женского или мужского рода, это же все зависит от мужчины, у мужчины XY хромосомы, а у нас XX, вот если XX встречается девочка, а если XY мальчик, это не в женском деле-то, а в мужском, он в этом виноват, что Y свой не выпустил, там-то все в темный, ну как там, ой, я, наверное, много, ёпу, макарю, чем мало сказал, уже 35 минут, меня не остановить, я хотела немножко, хотела просто сказать, девочки, не обижайте дедушек, бабушки, не обижайте дедушек, и мораль в том, что никто не знает, как вам все это лукнется, понимаете, он нас видит, вот не прелюбодействует, не украде, не убивай, ну не убай, не убивай, запомните. Слушайте Вику Макарскую, она там хорошо подробно рассказывает, кто творит такие дела, во-первых, и так наказывает нас судьба, не Бог, Бог нас любит, судьба, мы своими действиями судьбу, наверное, вносим коррективы, надо злобиться, не надо рваться, не надо стараться этих денег нагрести, ведь с этими деньгами можешь там тарары полететь, они не пригодятся, дамочки, но мы же уже старенькие, нам уже ни тряпки не нужны, ни какие-то женихи, ни какого, нам главное, чтобы дети были здоровы, внуки здоровы, сами, чтобы мы на руках ни у кого не валялись, и на этом счастье большое, мы не понимаем, что мы на ногах, и это уже счастье, ну зачем нам богатство, мы уже все равно внуков так, дворцы и дворцы не построим внукам, нам все же времени нет, уже миллиардеры, миллионеры, у них тоже свое предпочтение, нужны им бабки, чем им бабушки, зачем, когда вон сколько всяких молодых откликаются на эти просьбы, ой, извиняюсь, все, будьте счастливы, не обижайте никого, и вам Бог воздаст, он посмотрит и скажет, ой, какая хорошенькая бабушка, пусть у нее все будет хорошо, пусть она будет счастливая, здоровая, и внукам, и детям будет счастье от этого, я точно вам говорю, заходите, я еще что-нибудь расскажу, и внукам, 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 Продолжение следует...